Добрый день, с вами в эфире Ласлоу Микита, страна Венгрия, город Великвяза. Сегодня несколько интересных дел хочу вам показать, но прежде чем рассказать все интересного, я хочу вам напомнить о том, что идет промоушен, а потом перейдем на нашу дальнейшую тему. Я хочу вам сказать, что у нас промоушен и у нас сейчас идет удвоение бонусов. То есть получается, если вы сейчас зарегистрируете, вместо 50 долларов за привык получите 100 долларов. То есть за 2 регистрации можете получать 200 долларов плюс 1 цикл, то есть 225. А если у кого-то уже одна сторона выстроенная, там уже есть запасных единиц, тогда вы можете получать 2 цикла, потому что оба поставите на правую сторону и тогда получится у вас 2 цикла, это 250 долларов. Вот это я хотел анонсировать, а теперь хочу историю вам небольшую показать, историю интернета. Посмотрим один короткий фильм и потом перейдем на тему, потому что я сегодня много чего интересного хочу вам рассказать. Но прежде чем начать все это, я хочу начать с небольшим историей. И как раз вот эта история вам задаст тон о том, что я хочу вам сегодня рассказать. Так что давайте посмотрим с вами этот видеоролик. Сейчас загрузится и тут же моментально я вам включу. И стартует, пожалуйста, посмотрим. Интернет Интернет – всемирная система объединенных компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для всемирной паутины и множества других систем для передачи данных. Часто упоминается как всемирная или глобальная сеть. В простонародье ее называют и нет. В 1969 году Министерство обороны США посчитало, что на случай войны Америке нужна надежная система передачи информации. Для этого агентство передовых исследовательских проектов предложило разработать компьютерную сеть. Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэнфордскому исследовательскому центру, Университету штата Юта, Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре. 29 октября 1969 года в 9 вечера между двумя первыми узлами сети от Панет, один из которых был в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, а другой в Стэнфордском исследовательском институте, провели сеанс связи. Чарли Клейн пытался выполнить удаленное подключение к компьютеру в Стэнфордске. Успешную передачу каждого введенного символа его коллега Билл Дюэль подтверждал по телефону. В первый раз удалось отправить всего лишь три символа – Лог, после чего сеть перестала работать. Лог должно было быть словом Логан. В рабочее состояние систему вернули уже в пол-одиннадцатого, и следующая попытка оказалась успешной. Именно эту дату можно считать днем рождения интернета. В 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети мэйл. Эта программа сразу стала очень популярной. В 1973 году к сети были подключены первые иностранные организации из Беликобритании и Норвегии. Сеть стала международной. В 70-х годах сеть в основном использовалась для пересылки электронной почты. Тогда же появились первые списки почтовой рассылки, новостные группы и доски объявлений. 1 января 1983 года сеть ARPANET переслась с протокола НЦП на ТЦП-IP. Именно в 1983 году термин «интернет» закрепился за сетью ARPANET. В 1984 году была разработана ДНС, или Система доменных имен. Кстати, также в этом году у сети ARPANET появился серьезный соперник. Национальный научный фонд США обосновал обширную межуниверситетскую сеть NSF-NET, которая была составлена из более мелких сетей и имела гораздо большую скорость, чем у ARPANET. К этой сети за год подключалось около 10 тысяч компьютеров. Звание интернет начало плавно переходить к NSF-NET. В 1988 году был разработан протокол IRC, благодаря чему в интернете стало возможное общение в реальном времени. В 1989 году в Европейском совете по ядерным исследованиям родилась концепция всемирной паутины. Ее предложил знаменитый британский ученый Тим Бернерс Ли. Он же в течение двух лет разабатывал протокол HTTP и язык HTML. В 1990 году сеть ARPANET прекратила свое существование, полностью проиграв конкуренцию в NSF-NET. В том же году было зафиксировано первое подключение к интернету по телефонной линии, то есть дозвон. В 1991 году всемирная паутина стала общедоступна в интернете, а в 1993 появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность. В 1995 году NSF-NET вернулась в роли исследовательской сети. Маршрутизацией всего трафика интернета теперь занимались сетевые провайдеры, а не суперкомпьютеры Национального научного фонда. В том же году всемирная паутина стала основным поставщиком информации в интернете, обогнав по трафику протокол пересылки файлов. Был образован консорциум всемирной паутины. Можно сказать, что всемирная паутина преобразила интернет и создала его современный облик. С 1996 года всемирная паутина почти полностью подменяет собой понятие «интернет». В 90-е годы интернет объединил в себе большинство существующих тогда сетей. К 1997 году в интернете насчитывалось около 10 миллионов компьютеров. Было зарегистрировано более 1 миллиона двуменных имен. Интернет стал очень популярным средством для обмена информацией. В настоящее время подключиться к интернету можно через спутники, связи, радиоканалы, кабельное телевидение, телефон, сотовую связь, специальные оптиковолоконные линии или электропровода. Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни на всей Земле. В наше время без интернета никуда. Без него был бы заморожен весь процесс экономики и почти всех сфер услуг. Некоторым было бы намного скучнее жить, мы бы не придумали множество интересных фраз, не посмотрели бы фильм социальностей. И вообще этот список можно продолжать очень долго, но столько времени у меня нет. Субтитры создавал DimaTorzok Интернет Интернет. В 2009 году. Мы посылаем имейлы, звоним друг другу с помощью интернета и обсуждаем интересующие нас темы. Даже банковское обслуживание становится виртуальным. Но то, что мы имеем сейчас, было только зарождающейся идеей 50 лет назад. Чтобы понять, как мы пришли к этому, давайте вернемся в 1957, когда все и начиналось. До 1957 компьютеры могли работать только над одной задачей единовременно. Это называлось пакетная обработка данных. Конечно, это было не очень эффективно. Со временем компьютеры становились больше и больше, и их приходилось устанавливать в специально охлаждаемые помещения. Разработчики не могли работать непосредственно за такими компьютерами. Так что специалистам предстояло соединить их. Программирование в то время требовало много ручной работы, и поскольку осуществлялось через посредника, то вызывало много сбоев, потерь, времени и нервов. В 1957 год ознаменовался большими переменами. Было установлено удаленное соединение, и разработчики смогли работать с компьютером непосредственно. В то же время появилась идея работы с разделением времени. Это первая концепция компьютерных технологий – распределять мощность одного компьютера на несколько пользователей. 4 октября 1957 года, во время Холодной войны, Советским Союзом был запущен на орбиту Земли первый автоматизированный спутник. Появились опасения ракетной атаки. Чтобы сохранить лидерство в технологиях, в феврале 1959 года в США начало работу DARPA – управление перспективными исследовательскими программами в области обороны. В это время знания передавались только людьми. DARPA создала масштабную компьютерную сеть для того, чтобы ускорить передачу знаний и избежать повторения уже существующих исследований. Эта сеть получила имя ARPANET. Она соединялась с тремя основными концептами, которые положили начало современному интернету. Концепт военной сети корпорации RAND в Америке. Коммерческая сеть национальной лаборатории физики в Англии – НПЛ. И научная сеть Цикладес во Франции. По сути, военная, коммерческая и научная составляющая этой идеи – основатели современного интернета. Давайте начнем с ARPANET – самой известной составляющей. Ее разработка началась в 1966-м. Университеты в то время опасались открыто делиться своими компьютерами и информацией. Поэтому четыре небольших компьютера были установлены отдельно от основного. Это процессор интерфейсных сообщений – ИМП. Он контролирует сетевую активность, в то время как основной компьютер отвечает только за работу программ и системные данные. В то же время ИМП получает и перенаправляет интерфейс с основного компьютера на стальные. Так как все эти взаимодействия осуществлялись через ИМП, сеть стала называться ИМП-сабнет. Для первого соединения компьютеров Network Working Group разработала протокол управления сетью NCP, со временем замененный на более известный протокол управления передачей – TCP. Специфичной особенностью TCP является верификация завершения передачи. Давайте немного затронем Англию. С того времени, как NPL Network была разработана на коммерческой основе, множество пользователей стали причиной перегрузки сети из большого количества передаваемых файлов. С целью избежать перегрузок, отправляемый файл разделялся на меньшие по размеру пакеты, которые воссоединялись вновь у получателя. Было положено начало коммутации пакетов. В 1962-м американская авиация обнаружила установленные на Кубе ракеты средней и большой дальности, которые смогли бы достигнуть США. Это порождало возможность начала ядерной войны. К тому времени информационные системы имели централизованную сетевую структуру. С целью избежать сбоя в случае атаки была создана децентрализованная сетевая структура, которая в случае потери любой составляющей все равно будет работать. Связь все еще осуществлялась посредством радиоволн, что могло вызвать проблемы в случае атомной атаки. Ионосфера будет повреждена, и длинные радиоволны перестанут работать. В таком случае США придется использовать прямые радиоволны, которые не обладают достаточным радиусом действия. Лучшим решением была модель распределительной сети, с помощью которой большие расстояния могли бы быть покрыты с минимальными пересечениями. Другой вехой было развитие французской сети Цикладес. Поскольку Цикладес располагал гораздо меньшими средствами, чем Арпанет, они сфокусировались на развитии связи с другими сетями. Так и родился термин «интернет». Кроме того, Цикладес протокол пошел дальше, положив конец NPL-сетям. Во время связи между отправителем и получателем, компьютеры больше не загружались, а просто сохраняли проходящую информацию. Протокол Цикладес проходил через все машины, используя физический слой. Уровень, внедренный прямо в аппаратное обеспечение, обеспечивая прямое соединение с получателем и непрерывную цепь. Благодаря Цикладес, этот способ соединения получил дальнейшее развитие. Телефонные компании разработали протокол X.25, который позволял общаться посредством этого сервиса. Конечно, за это требовалось платить каждый месяц. Протокол управления передачей, TCP, использовался для соединения компьютеров посредством шлюзов. Затем Международная организация по стандартизации разработала ОСИ, эталонную модель взаимодействия открытых систем. Особенностью ОСИ была попытка стандартизации сетей, а также разделения каналов на отдельные уровни. В итоге, TCP протокол объединил в себе преимущества эталонной модели ОСИ и положил начало TCP IP протоколу, стандарту, который гарантировал совместимость сетей. Он окончательно объединил их, создав таким образом интернет. К февралю 1990-го аппаратное обеспечение ARPANET было удалено, но интернет продолжал работать. На этот раз у компании было совсем уж дурацкое имя — Google. Название происходило от слова Google, число 10 сотой степени. И снова создатели — пара затворников-очкайков Ларри Пейдж и Сергей Брин. Ребята познакомились весной 1996-го года на автобусной экскурсии по Сан-Франциско для выпускников Стэнфордского университета. Вел экскурсию молодой выходец из России, симпатичный, но с характером. Ему было лет 19. Он был одним из самых молодых выпускников. Помню, что он вел себя довольно заносчиво, однако принадлежал к числу тех, кто быстро находит ответ на заданный вопрос и видит все под иным углом. В тот день Ларри был одним из выпускников, выходец со Среднего Запада, с тестяным лицом сын-академика. В то время наибольшим его достижением был принтер, собранный из конструктора Ляго. Он был очень тихим, никогда не спорил. При встрече с ним вы бы не подумали, какой парень, а скорее милый, но не более. Этот милый парень и родил гениальную идею, которая превратила поиск в интернете в волшебство Гугла. Учитывая последствия социального, культурного и, безусловно, финансового характера, вы можете счесть это предприятие весьма сложным. Но на самом деле оно предельно простое. Его исследование началось с того факта, что в сети постоянно происходит соревнование за популярность ресурсов, и что количество ссылок на ресурсы на других страницах может быть мерой его релевантности и пользы. Пейдж пришел к выводу, что ссылка на другую страницу может быть своеобразной рекомендацией. На базе этой идеи был разработан поисковый механизм Гугла. Как было написано в знаменитом дипломном проекте от 1998 года, что Гугл воспринимает ссылку со страницы А на страницу Б как очко в пользу страницы Б. Гугл оценивает значимые страницы по набранным ею очкам. Конец цитаты. Другими словами, если на сайт про Авраама Линкольна имеются ссылки на 15 миллионов других сайтов, это значит, что многие пользователи признали его полезным ресурсом. А сайт, на котором дает ссылки десяток других пользователей, наоборот, малоинтересно. Поняв это, Пейдж и Брин по-своему поняли призыв «Будь там, где деньги». Чтобы найти самые подходящие сайты, нужно было сосчитать количество ссылок на них. Идея Ларри с подсчетом ссылок оказалась простой, но гениальной. И позже она станет основой невероятного финансового успеха Гугла. Понимал ли это Ларри тогда? Нет. Первым увидел Гугл в действии его преподаватель программирования Гектор Гарсия Малида. Мы гурачились в кабинете, изучая систему подсчета ссылок. Мы считали, сколько страниц ссылается на нашу страницу, страницу Стэнфордского университета, и сравнивали с другими факультетами и университетами. Мы очень веселились, сравнивая их популярность по системе подсчета ссылок. Когда Ларри и Сергей запустили Гугл на сайте Стэнфордского университета, каждый увидел, что это была необычная поисковая система. Она занималась именно поиском. Из своей комнаты в общежитии Стэнфорда, запечатленного на этой пленке показываемой впервые, Пейдж и Брин пытались совладать с растущей популярностью их чудесного изобретения. На Гугл заходило столько пользователей, что этот избыточный трафик едва не завалил всю сеть Стэнфордского университета, из-за чего администрации пришлось выдворить их из общежития. Зная, что сегодня рыночная стоимость Гугла составляет более 200 миллиардов долларов, что он располагает обширными площадями в Силиконовой долине и продолжает формировать культуру интернета, вы подумаете, что к его изобретателям так и ломились инвесторы, особенно на пике популярности так называемых даткомов, когда даже в самые дурацкие идеи вкладывались миллионы долларов. Однако вместо гениальной идеи инвесторы увидели еще один поисковик. Одним из немногих, кто готов был поверить в их успех, был Винолд Косло, успешный венчурный предприниматель и гуру новых технологий. Я познакомился с ними, они мне понравились, и я порекомендовал их в X-Site как разработчиков отличной системы поиска. Для Косло логика была простой. В те годы он являлся инвестором X-Site и понимал, что если X-Site воспользуется технологией Гугла, то это даст им преимущество перед их злейшим конкурентом Яху, до того выигрывавшим все битвы одну за другой. Чтобы не пасть жертвами Янга и Файла, X-Site требовалось подкрепление. Любой военный командир вам скажет, что путь к победе лежит через верных союзников. В надежде привлечь создателей Гугла в X-Site, Косло организовал встречу Ларри и Сергея со старшим технологом X-Site Грэмман Спенсером в ресторане «Суши». Это был солидный ресторан с небольшими комнатами для гостей. В одной из них расположилось руководство X-Site. Они сидели на полу, сняв ботинки за низким столиком. По прибытии создателей Гугла начались переговоры. Ребята пришли с надеждой на поддержку их проекта. Они провели тестирование системы, показав, что она дает гораздо лучшие результаты поиска, чем X-Site. Они включили ноутбуки и доказали это Спенсеру. Технология поиска Гугла действительно производила впечатление. Нам показали отличные результаты. Я был заинтригован. Спенсер рассказал о встрече исполнительному директору Доржу Беллу. Косло также поделился соображениями о поисковике. Мы встретили с их стороны сильное сопротивление. Они настаивали на том, что их поисковая система мало чем отличается от предложенной, и что она почти такая же эффективная. И дело было не в цене, так как Гугла они отдавали за копейки. Они могли бы купить его за миллион долларов. Сейчас он стоит 100 миллиардов. Стоп, давайте вернемся назад. X-Site мог купить Гугл всего за миллион? В силиконовой долине это не деньги. Компания проглядела сделку всей их жизни. Оглядываясь назад, я понимаю, что поступил глупо. Но в то время никто не верил, что можно заработать деньги на поисковике. И даже если таковые были, то они не сочли бы их идею прибыльной. Но давайте признаемся, поисковые системы действительно приносят огромную прибыль. Однако не только X-Site упустил свой шанс, не разглядев потенциал Гугла. От их предложения отказались все поисковые компании в силиконовой долине. С растущим разочарованием Ларри и Сергей обратились к профессору из Стэнфорда, Дэвиду Черритону, который также являлся предпринимателем. Они просили весьма скромную сумму, что-то в пределах миллиона долларов. Я тогда сколотил капитал, продав одну начинающую компанию в Циско, и работал с Энди Бехтелшеймом, известным инвестором. Энди Бехтелшейм, сучредитель Sun Microsystems. Дэвид предложил встретиться с ребятами из Гугла. Я подъехал к его дому. Было чудесное летнее утро. Ларри и Сергей были в отчаянии. Они думали, что создали нечто существенное, но эксперты из поисковых компаний Силиконовой долины не проявили к ним никакого интереса. Но если уж Дэвид Черритон и Энди Бехтелшейм не разглядят потенциал Гугла, то, возможно, им стоило вернуться к своим дипломам. Первым приехал Ларри, затем Сергей, а потом и Энди на своем Порше. Когда я приехал в дом Дэвида, Ларри и Сергей уже были там. Они тут же устроили мне показ. Мы познакомились с тем парнем. Он тут же попросил показать наш поисковый механизм. Они просмотрели, как работает Гугл, как он осуществляет поиск, и сразу поняли, что идея-то отличная. Это же было очевидно. Думаю, Энди быстро понял, что к чему. Это было лучшее решение за всю мою жизнь. Он сказал, ребята, я не хочу, чтобы вы торопились с оценкой или беспокоились за деньги. Давайте я вам просто выпишу чек. Я сразу побежал в машину за чековой книжкой и выписал им чек. Он вернулся с чеком на 100 тысяч долларов. Кажется, Сергей на это сказал, но у нас даже счета в банке нет. А что Энди ответил? Как будет, положите. Не помню, чтобы еще когда-либо вот так на месте выписывал чек. Давайте об этом поразмыслим. Сколько найдется желающих вот так выписать чек каким-то студентам? Даже для такого богатого человека, как Энди Бехтелшейм, этот поступок кажется безрассудным. Но такое случается в Силиконовой долине сплошь и рядом. Их даже называют инвестиционными ангелами за те чудеса, которые они творят. Энди явно им доверил. Они ведь могли сбежать с деньгами в Мексику. Помню, что уехали они полный энтузиазм. За вложением Бехтелшейма последовали чеки от других ангелов на общую сумму в миллион долларов. Миллион долларов может показаться огромной суммой паренящих студентов, живущих на фастфуде. Но позже Сергей и Ларри узнают, что это копейки по сравнению с другими инвестициями в тот год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... ...через такие моменты, которые длительные моменты. Компания ВАВИ практически два... Вот сейчас будет у него второй год, что он находится на международном рынке. То есть он, как вы знаете, 2007 года создали и 2011 года вышел на международный рынок. Вот только те люди, которые с нами с того момента... Потому что я лично являюсь одним из харизматических техниц, которые с первого момента открылся международный рынок. Я вам могу сказать, что та история, которую мы здесь, компания ВАВИ прошли, тоже не маленькая история. Тоже не маленькая история, потому что у нас хоть было направление, но потому что Билл Старкин постоянно наперед сказал, что какие у нас будут дальнейшие шаги, инструменты и так дальше. И понимаете, я хочу вам сказать то, что те люди, которые с первого момента, как мы начали, и которые как раз держали этот период, который уже сейчас прошло. И у нас уже сейчас действительно очень-очень маленькие шаги, уже какие-то действительно пару месяцев остался до, скажем так... И то еще не цель, понимаете, потому что цель еще очень далеко, цель еще очень далеко. То есть компания ВАВИ поставила себе очень большие цели. Но вот один этап у нас уже этой цели, скажем так, мы уже прошли. Потому что те инструменты, которые на сегодняшний момент компания выдала, это уже, можно сказать, что такие инструменты, с которыми он может очень тщательно шагать к тому цели, которые он поставил себе. Мобильная система компаний в очень ближайшее время. Я могу сказать, что в этом лето будет очень большой такой конвеншен в Соединенном Штатах Америки, в Техасе. Я еще не знаю точную дату, какую это дата будет, но я знаю, что там, во-первых, инвесторы компании там будут. Будет огромный такой, скажем, праздник, когда вот начнется, так называемый, мобильный мир уже в АВИ. Все, что на компьютерах уже сейчас работает, те системы уже перейдут на мобильное устройство. То есть, если посмотреть историю, с чего мы начали стартанули, мы стартанули совершенно с идеей. Билл Старки разработал одну идею, потому что, вы же знаете, все начинается с мечты. Вот если вы мечтаете, если вы хорошо мечтаете, то ваши мечты сбиваются. Вообще-то, мечта как сбивается? Мечта сбивается так, что если вы упираетесь на это дело и начинаете именно это направление идти. И как раз Билл Старки, вот этот момент, он то, что выход с целью, он очень высокий, я могу сказать, очень-очень сильные, высокие цели. И он знает о том, что к этому цели он может дойти только с тем, с людьми, которые окружают его. Я хочу вам сказать, что в очень ближайшее время, я ничего не хочу вам сказать, когда, но в очень-очень ближайшее время еще будет новый продукт. Потому что компания же сказала вам, что в 2013 год постоянные новые и новые продукты будут выпускаться. Буквально через несколько недель будет такой продукт, который действительно будет на 4 человека. То есть, то, что мы вам когда-то, помните, когда мы сказали, что 2013 год это очень переменное время для ВАВИ. Потому что, все-таки, как мы вам раньше сказали, ВАВИ изготавливает и будет изготавливать продукт массового спроса. Вспомните вот эти слова, которые мы всегда вам сказали, продукт массового спроса. Я знаю, что очень много людей просто не выдержат, потому что есть, вот, как несколько раз я вам показывал вебинар, когда идут люди до цели. Что происходит за эту дорогу, пока человек доходит до цели? Просто человек иногда устает, понимаете, иногда мучается, скучно ему. Но все-таки до цели доходить не каждый может. Почему в мире не каждый человек богатый? Потому что есть такие люди, которые настойчиво идут именно к этому цели и не смотрят ни лево, ни право, ни слушают никого. А большинство людей, 95%, к сожалению, у них нет веры, нет выдержки и так дальше, и так дальше. То есть тут тоже, я сразу вам скажу, что с того момента, как мы стартанули, до того цели, который... Вот у нас есть, так называемые, уже находимся в ворота цели, потому что цель, конечно, еще далеко, но мы уже вошли в ту вороту, и отсюда еще есть у нас огромная дорога, но... Несколько человек все-таки до сюда шел с нами. И те люди, которые дошли до сюда с нами, те уже чувствуют, уже чувствуют, потому что я знаю, что у нас есть уже люди, у которых чеки день за днем растут. Почему? Потому что мы просто дошли до сюда. Мы просто с первого момента поверили Билл Старте, что он нам сказал, что мы строим новую эру коммуникации. Мы строим новую эру коммуникации. И если кто-то умеет читать между строками, то и с нами идет шаг за шагом. Естественно, многие выпадут отсюда, потому что, понимаете, если каждый был бы богатый, что тогда было бы на мире? Тут уже мы не могли бы побыть, потому что тут уже тесно было бы на земле, если все миллиарды человек был бы богатым. То есть богатые это действительно только 5%, остальные вот как живут, так живут. Как раз они работают на богатых. Но это, конечно, здесь у нас немножко не так. Здесь немножко совершенно по-другому. Но здесь тоже я вам скажу, что те люди, которые с самого первого момента поверили, с самого первого момента, когда поверили и идут с нами, они просто видят вот это. Потому что мы вниз никогда не идем. У нас идет постоянно вверх. Естественно, есть вот такие волны, потому что всегда что-то, понимаете, это все-таки технология. В технологии есть определенные нюансы. Вы же сам знаете, если какая-то автомобиль работает, там работает система. В системе в любом моменте есть какой-то сбой. Вот тут тоже есть сбой. И мы всегда и будем этих сбоев видеть. Естественно, те люди, которые используют, которые говорят, что я не строю сети, использую, для них, естественно, это плохо, когда есть какие-то сбои. Но мы, те люди, которые строим эту систему, для нас сбой абсолютно не должен быть проблемой. Вот на сегодняшний момент, если посмотреть, какие новые функции ВАВИ включил, это уже функция, вы можете полностью отключить свой звук. И тех людей, которые заходят в кандидаты, то есть видо вот сюда вниз, их можете тоже включить, выключить. Я еще сегодня, потому что я встал утром, и вот я вижу, что изменился. Изменился, потому что раньше одинаковый цвет был всего. А сейчас нижняя часть, вот я как модератор вижу, нижняя часть стала темнее. Я думаю, что если вижу, то есть я знаю, когда люди заходят вниз, я могу их включить и выключить. Это вот тоже очень хорошее дело. Самое важное, что теперь уже эту систему устроим мы вместе с компанией ВАВИ. Потому что тем больше у нас людей, тем больше идей, скажем, приходит. И компания самых лучших идей очень сильно ценит. И вот как раз самых лучших идей он пытается встроить в эту систему. И давайте вернемся к тому, что я вам сказал, что ВАВИ постоянно новых и новых продуктов выпускает. И в ближайшее время тоже будет, я дату вам, во-первых, знаю дату, но сказать не хочу. Система будет так называемая для массового спроса, для тех людей, которые просто использовать хотят систему. То есть пришло то время, когда начнут люди уже использовать каких продуктов, которые необходимы для, скажем так, просто для моментального переговора, вот как вы используете сейчас скайп, вот таким образом и будете использовать того продукта. То есть чуть-чуть подождете, уже, действительно, тут осталось очень мало. Мы уже несколько человек знаем эту дату, когда, но не хотим вам сказать это. Мы хотим, что это сюрприз для вас было. Мы знаем, что как там система потом будет еще построена. То есть я хочу единственное вам сказать, что те люди, которые поняли, что сеть очень важна для нас с вами, как независимые партнеры, вот как раз нам и вот эта возможность, которая будет в ближайшее время, даст так называемый плод нашей работы. То есть у нас немножко вот тех людей, которые поняли, что систему стоит строить, для нас сейчас то, что сейчас будет, просто скажем так, вот то, что мы вам сказали в дальнейшем, что один день станете, когда у вас система уже тех людей будет кормить, которые просто используют продукт массового спроса. И вот почему я вот этот фильм показал, исторический фильм. Потому что если посмотреть на ВАВИ, мы тоже проходим через те шаги. Мы тоже проходим через те шаги, когда идет знакомство людей с компанией ВАВИ. Тем больше у нас будет независимых партнеров в разных регионах, тем больше про нас будут знать. Тем больше про нас будут знать, тем больше людей будут использовать те продукты, которые изготавливает ВАВИ. Еще раз говорю, фирма может на ближайшее время, то есть не то, что может, а фирма на ближайшее время даст возможность любому человеку, любому человеку использовать такого инструмента, который, я вам скажу, даже лучше будет, чем скайп. И то же самое важно, что когда человек... Вот представьте такое, на сегодняшний момент вы предлагаете фейсбук кому-то, или предлагаете скайп, или что-то предлагаете, такого инструмента, который вы используете. Кто вам хоть одну цент кодит? Никто. Вот представьте, обыкновенный любой человек, который... Простой человек, который там за какие-то гроши приобретает систему, то, что сейчас компания вами будет выпускать, потому что действительно вот этот продукт массового спроса, который больше будет знать, чем скайп, который больше будет... То есть безопаснее будет практически, если посмотреть безопасность скайпа или систему ВАВИ, я сразу вам скажу, что вот представьте такое, что идет дорога, обрыв скала, вот если взять сейчас нам скайп, у нас нет перилы никакие. Вы идете по этой тротуарчику, и сбоку у вас с две стороны по несколько сотен метров обрыв. И вот представьте, вот по узенькому тротуару, который 50 сантиметров, вы бы прошли бы несколько километров так, что никаких перилов, ни лево, ни право, а просто идете, шагаете по этой тротуар, к которому всего лишь 50 сантиметров. Я знаю, что есть люди естественные сам, потому что я не боюсь от высоты, я сам же по специальности летчик, я могу хоть на ниточке пройтись, я от высоты не боюсь, но это, понимаете, опять очень маленькая процентальность людей. А теперь представьте, ВАВИ создал такую возможность, уже шире тротуар и высокие перилы, в которые вы можете подержаться и так можете идти. Что вы будете больше использовать? Опасную или безопасную? Если примерно будет стоять у вас два возможностей, безопасной стоит какие-то копейки, а опасной – бесценной. Я знаю, что по бесплатному тоже будут люди идти, 100% будут идти людей, но по платной тоже будут идти людей. То есть, когда ВАВИ создаст эту систему, я и вообще не спорю, что останутся на скайпе, потому что многие люди размышляют, так что я буду использовать бесплатно, но он не думает головой, что если посмотреть, сейчас на сегодняшний момент, и вирусы. Кстати, я хочу насчет этого вируса, то, что ходит на скайпе вам рассказать, когда вам предлагают посмотреть портрет или фотографию твоего партнера. Приходит, теперь уже постоянно, практически каждый человек заряжается, зараза проходит, и случайно один откроешь, и смотрите, что происходит. Через него проходит вирус Троя. Вот я расскажу пример моего знакомого, у которого случилось это дело. Смотрите, что этот вирус делает. Вот этот вирус запоминает все ваши коды. Вот если вы куда-то входите к кодам, это куда? В ВАВИ примерно вы заходите к кодам, в Google заходите к кодам, в Facebook, то есть там, где вы пишете пароль и код, то есть это использователь плюс пароль, вот этот вирус, который проходит через скайп, вот как раз система создана для того, что запоминать эти коды. И представьте такого, те люди, которые эти коды пишут, и вот как раз те люди, которые эти заразы расправляют, они получают ваш IP. Что такое IP? Это компьютер ваш. То есть получают IP, и к этому IP получают все коды. Вот представьте, что вы один утро встанете, и те деньги, которые у вас находятся на GPG, или те деньги, которые у вас находятся на любом банковском счету, и окажетесь без денег. Вы можете абсолютно, так скажем, знать о том, что на ваш компьютер зашел вирус троя, и как раз вот так запомнил ваши коды, то есть те люди, которые этим занимаются, и ваших денег сняли. Я просто так сказал, что, Дмитрий, но могут и с райфайзена с вашего снять, с любого-любого, потому что как раз вот этот вирус, который проходит через Skype, это предназначено для того, чтобы запоминать все ваши коды. Я просто хочу сказать, что не обязательно, может быть, ваших денег снимет, а может быть, вы идут в такую систему вашу, которая тайная, понимаете? То есть, которые вы можете поделиться только с несколькими человеками, а тут получается, что через этот вирус ваших паролей получат, и просто использовать будут. Я скажу больше. Еще вот у меня знакомого, вообще залезли на Facebook, поменяли там его название, осталась его картина, все, 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 все. Просто поменяли его под его фотографии, под его всего, вели одну очень плохую пропаганду, понимаете? То есть, тут есть все-таки, есть такие люди, которые интересны для многих, понимаете? И вот как раз вот таких людей могут вы данные захватить с помощью того, который сейчас ходит по Skype. Так что, я из этого вам скажу, что когда вот выйдет новая система, и когда будут какие-то очень мелкие, копейки стоить, потому что действительно очень мелкие копейки будут стоить, я еще раз говорю, я ни с кем не спорю, будут люди, одни пойдут по безопасной тропине, а другие люди пойдут по опасной тропине. Но, мы должны знать, что в любой момент вот этой опасной тропины, люди могут всегда теперь уже переходить до нас, на безопасную тропину, потому что у нас там есть место. И если там у нас есть место, подумайте, у которых сегодня большая структура, вот у которых большая структура от 100 и выше. Вот скажем так, на обоих ногах у вас, как вот сейчас дуальная система, у вас на обоих ногах минимум есть по 100 человек, по 100. Представьте, когда придет такое время, когда начнут туда, потому что использователи, которые просто использовать будут, они тоже будут в вашу систему попадать, то есть, они тоже будут платить месячные абонементские оплаты, и от них также будете получать, скажем, единицы, то есть, это баллы. И те люди, которые просто используют, те тоже будут заинтересованы какую-то сумму получать, что просто так бесплатно ее не предлагать. Вот примерно, представьте, ваш сын в школе использует такого продукта. Подходит до него его друг или подруга, слушай, откуда у тебя такая система, потому что мне это нравится очень. А вот я тебе сейчас зарегистрирую. Зарегистрируйте его таким же быстрым образом, даже тысячу раз быстрее зарегистрируйте, потому что сейчас зарегистрироваться на Gmail тоже сложно, зарегистрироваться на Skype очень сложно. Вот для меня не сложно, но есть, понимаете, есть люди, для которых это сложно. Здесь будет всего лишь имя, фамилия, email-адрес. Человек, зарегистрирующий, даже тот, который просто использует, будет получать какого-то копейку. Я сумму не хочу называть, но, понимаете, если он несколько, десяток своих знакомых просто покажет, вот посмотри, я использую вместо Skype уже с этим продуктом. Так он вот каждого будет какую-то сумму получать. То есть, вы используя этого продукта, если вас спросит кто-то, то вы, он даже, он просто будет сказать, да, меня надо, потому что он стоит действительно пару копейек, и действительно он очень безопасный, естественно, мне надо, пожалуйста, зарегистрируй, зарегистрировай, и вы просто будете за этим получать. И уже будет приятно, потому что вы за то, что какие-то там копейки получаете, серьезные, я вам могу сказать, что серьезные эти деньги будут. И очень важно, что вы не только, не только, вот те люди, которые просто используют, не только вот тех людей будут получать, которых он заинтересовал, а даже которых он заинтересовал, и он тоже кого-то заинтересует. То есть, скажем так, двух поколений, двух поколений будут, вот представьте, я сегодня предложу скайп кому-то, я за него получу какие-то деньги. Если кому я предложил, он тоже кому-то предложит, покажет, он тоже получит, и я еще плюсом вот этого получу. То есть, я не находясь в никаком сетевом деле, просто случайно расскажу, покажу своим знакомым, я за это получаю деньги. Что будут люди делать? Дети что будут делать? Дети примерно в школе будут каждый раз и вот представьте такое, что это система, хотя он не будет бесплатной, но каждому будет интереснее его предлагать, чем вот сейчас предложите бесплатно у кого-то и за него ничего не получите. Абсолютно ничего не получите. Еще раз скажу так, так что вот есть бесплатные, мне мне вчера примерно показали, что есть бесплатный broadcast. Окей, нет проблем, я открываю лист, смотрю, бесплатный, следующий, платный, 99 долларов стоит месяц, но те люди, которые заходят на обещание, тоже должны по 50 цент уплатить. Представьте, следующая категория 399, там уже 25 только центов платят те люди, которые приходят на обещание, а третий 999, там 5 центов платят человек, который приходит на обещание. А тот, который бесплатный, он на неделю бесплатный, куча много рекламы, то есть вы можете попробовать на неделю, очень много рекламы, получается картина маленькая, а вокруг бегут миллионы разные рекламы. Спасибо, я такого не хочу, мне такое не интересует. Я думаю, что многие, вот представьте, мы сейчас смотрим все это, здесь никаких рекламы не бегут, абсолютно не бегут, ничего не мешает, то есть то, что я говорю, вы смотрите на меня, вот если представьте, здесь в жалобе реклама, кока-кола, макдональдс, или там разные другие, или там еще надпись бежал, вы знаете, как вот на телевидении, когда что-то пишут, как это, не знаю по-русски как называется, но там внизу титры бегут, человек что делает, когда титр бежит, быстро-быстро читать его, потому что там может быть что-то интересное пишут, и это титры так быстро-быстро бегут, что не успеваете читать, не успеваете следить за то, что туда пишется, и не успеваете следить за тех людей, которые рассказывают вам то-то, понимаете, то есть, я одно скажу так, что вот все вот эти бесплатные, которые на сегодняшний момент есть, они как раз для того есть, чтобы попробовать, посмотреть, и потом все равно вынужден будешь его купить, потому что бесплатным долго не использовать, долго не использовать, чуть-чуть потом выключается, и следующее, вот единственное, скайп, который на сегодняшний момент один в один, в видеорежиме можете разговаривать, не в режиме видео, можно несколько человек разговаривать, чат можно, я знаю, что люди любят его, потому что на сегодня нет лучше этого, но вот представьте, когда появится такое, что 4 камеры будет, но в таком огромном, вот такой, как вы сейчас меня видите, просто поделите на 4, и целая картина прекрасной видеокартиной, раз, безопасный, можете через него пересылать данные, делиться можете экраны, то есть те же самые функции, как на скайпе, то гораздо безопаснее, гораздо красивее, и гораздо удобнее, и, скажем так, не рвет, не выкидывает вас, я знаю, что, еще раз говорю, останутся на каратном, потому что есть люди, которые практически не используют пока, потому что сегодня они еще не общаются в режиме, и вот с июня месяца, когда произойдет конвеншн, вот с того момента то же самое ключик для массового спроса вот сюда, понимаете, я просто посмотрю тогда, сколько человек будет еще оставаться на скайпе, сколько человек будет оставаться на этих бесплатных, я знаю, и всегда вы всегда запомните одно, что если вы в хорошем месте откроете любой магазин, любой магазин можете откроть в хорошем месте, если вы хороший продукт продаете, у вас всегда будет клиент, у вас всегда будет клиент, хотя и конкуренция будет, но я могу вам сказать, что вам когда создаст вот эту возможность, это уже теперь уже считанный, никогда уже создаст, я считаю так, что он будет очень сильно конкурентоспособен с любыми делами, и вот отсюда я начинаю вам говорить, конкурентоспособный продукт, когда у вас в руках и в хорошем вы месте находитесь, у вас постоянно будет клиентура, у вас постоянно будет клиентура, и почему мы вам всегда сказали строите свою структуру, сейчас те люди, которые послушали нас, у тех людей, которые есть структура, уже хорошее количество людей, с того момента у вас эти клиенты массового спроса просто ковшами будут заходить, а те люди, которые сегодня еще не послушали нас, и еще не сделали структуру, для тех людей, естественно, погоду эти пару человек, он поймет, что ему надо было структуру строить, но не надо пугаться, как вы считаете, почему Вави делает очень интересную и очень хорошую политику, почему, потому что он знает те моменты, когда надо нажать, и когда надо, вот сейчас у нас есть возможность, почему он создал нам вот эти промоушены, потому что он знает, что он уже находится на пороге того момента, когда выходит продукт массового спроса, и он знает, что количество людей, которые поняли эту ситуацию, что надо сеть строить, у них нужна, то есть те, которые построили сеть, у них будет огромная возможность получать доходы от тех людей, которые используют продукт массового спроса, понимаете, то есть как раз вот эти моменты надо вам учесть, надо вам понять, что мы на сегодняшний момент свидетели роста одного огромнейшей компании, и мы сегодня находимся уже у порога того момента, когда выходит продукт массового спроса, осталось действительно очень мало, осталось очень мало времени, и это только один из продуктов массового спроса, который будет выходить, это считайте первый такой, вот то, что мы используем, это тоже продукт массового спроса, но тот будет продукт массового спроса для тех людей, которые повседневно используют систему, эти продукты тоже массового спроса для тех людей, для которых он нужен. А вот то, что выходит, это именно продукт массового спроса для тех людей, которые практически каждый день используют. А вот когда уже выйдет на мобильные, и это уже все, теперь это уже тоже считанные дни, потому что это Билстарти сказал, что будет очень большой праздник, и несколько лидеров наших тоже с семьями будут находиться на этом конвеншене, который состоится будет в Хьюстоне, и вы будете свидетели того момента, когда мобильный трафик запустят. То есть мобильный, скажем так, платформу запустят. А когда мобильную платформу запустят, и вот тот продукт, который сейчас выйдет, продукт массового спроса, запустят его на мобильную платформу, с того момента я скажу вам, что мы даже на один, на два, на три шага будем перед скайпа, и просто те люди, которые построили себе уже сеть, они уже будут очень сильно довольны, а те люди, пока еще, которые не построили, они просто будут бежать и строить себе систему, потому что они будут знать, что если у нас будет большая система, у нас действительно те люди, которые используют, будут вот так ковшары, будут их в нашу систему закидывать. А те люди, которые еще пока не поняли, пока только вот так маленький лопатиком будут туда закидывать, но они тоже могут с нами вместе шагать. Они тоже могут сейчас использовать эти моменты, которые раздлится до 15 апреля. Сейчас как раз стройте свою систему, стройте свою структуру. Вот. Теперь уже вам стало спокойнее компания вашей ассоциации прямой продаж. Теперь все. Я теперь скажу одно. Те люди, которые разошлись по всяким разным норам, по разным другим проектам, которые думали, что там они будут асы, я думаю, что многие будут возвращаться обратно, когда узнают буквально через несколько недель, что у нас выходит. И просто лучше на сегодняшний момент ни одной компании, ни в одном компании не будет проекта, чем компания ЛАНК, которую я разработала. Теперь уже у нас действительно выйдет продукт массового спроса и просто миллионы людей будут его использовать. Еще раз я вам говорю, будут такие люди тоже, которые будут использовать других продуктов. Нельзя же каждому использовать один и то же самое, потому что это тогда неинтересно. Но у нас будет Киенпур очень большая. То, что я сегодня вам хотел сказать, вот этот как раз, я думаю, что между строками вы немножко прочитали то, что я вам рассказал. Наша задача сегодня не смотреть, что будет, потому что то, что будет, это уже без вас Билл Старк и решил. Но Билл Старк и решил так, что я вам скажу одно. Вчера, когда мы общались с Билл Старк, я понял, что в моих глазах Билл и так был очень большой. А сейчас вырос еще на даже не знаю на сколько раз, потому что он до такой степени беспокоится за то, что те люди, которые строят для вам и большой сеть, чтобы они били при деньгах. И вот он как раз сказал, что ребята, я просто хочу, чтобы вы еще больше зарабатывали. Те люди, которые толкают вот эту телегу мне, вот тем надо как раз денег. А те люди, которые не толкают телегу, которые просто глядут, смотрят и просто Билл дает такие, как скажем, вот такие напоминания, что вот ты смотри, что творится, что будет. Вот вчера те люди, которые были на этом собрании, я думаю, что они то, что услышали там, запомнится на всю жизнь и запомнится о том, что то, что было сказано вначале. Вот когда люди сказали, а вот мы не верим, а вот Вави вот этот обещал, вот то обещал. Вот все обещания, которые Вави обещал, он идет, выходит. Может быть не в таком, а может быть даже в лучшем ситуации выходит. Так что работайте. Я скажу так, если будете работать, тогда будете замечать абсолютно вот эти, вот те люди, которые ничего не делают, они как раз и замечают, что точка не туда ставлена, запятая не туда ставлена. А те люди, которые работают, они знают всегда, что зачем мне эту точку смотреть, зачем мне эту пятну смотреть, когда это и без меня будет делано. А те люди, которые будут использовать эту систему, для них система сделана так, что он мог, вот понимаете, посмотрите теперь на эту бродкаст, это уже практически усовершенствовано, практически уже сделано, практически уже в таком возрасте, что уже очень многие люди могут уже его использовать. И тем дальше, тем лучше и лучше становится. Спасибо за внимание, спасибо, что сегодня вышли со мной. Я думаю, что много интересного вам рассказал. И жду вас на послеобеднем, на лечебном вебинарах. И еще на этой неделе, я думаю, что услышите много-много интересных. Всего вам хорошего, до свидания, до встречи.